Всем привет, друзья! Это озвучка веб-манги One Punch Man, в которой сойдутся два сильнейших героя из этого аниме. Сайтама против Гарроу в форме монстра. Интересно? Тогда спуститесь под видео, жмите на лайк и кнопку подписаться. Что ж, возьмите вкусняшек, налейте себе чайок и погнали! Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Наконец-то, это мой черед. Пинок клинка ветра! Так быстро! Я отомшу за тебя. Это мой черед, так что посторонись. Ты еще можешь стоять. Всего несколько часов назад, когда я дрался с тобой, у меня не было решимости. Я не ставил свою жизнь на кон, чтобы остановить тебя. Но теперь все по-другому. Я сделаю все, как и хотел. Последний раз я ставлю свою жизнь на кон. Вот это и бесит меня больше всего. Хм, попался! Сражаться с решимостью умереть. Кто угодно может сделать это. Придурок, думаешь, что ты крутой? Вы, парни, так далеки от реальности. Вы думаете, общество хочет потакать вашему нарциссизму? Очень хорошо. Приготовься. Темноблеск. В этом мире нет героев, которые могут спасти кого-нибудь. Просто потому, что они герои. Вставай! Сейчас я собираюсь продолжать избивать тебя до состояния, в котором даже я бы не встал, если бы был на твоем месте. Смотри на это как на тест. И наслаждайся. Эй, ты! А? Можешь, пожалуйста, помочь мне встать? Вы, ребята, полностью облажались. Почему ты говоришь мне не вмешиваться, а? Я не могу позволить неизвестному герою боекласса потерять свою жизнь здесь. Темноблеск ставит свою жизнь на кон. Ты думаешь, что ты можешь так просто вмешаться? Это проблема, с которой должны столкнуться мы, герои С-класса. Так что будь тише и держи меня. Мне нужно всего несколько минут, чтобы восстановиться. Как ты и хотел. Ты потеряешь свою жизнь здесь. Тест начинается. Я убью этого мальчика. Этого уродливого обычного мальчика. Если кто-то из вас мусора не понял, я повторю. Прямо сейчас я собираюсь убить этого мальчика. Ясно. Вот как. Этот парень. Насколько же сгнил до основания. Что? Стоять! Гару! Твоя игра зашла слишком далеко. Что ты собираешься сделать против этого монстра, который собирается убить мальчика? Если у героев есть причина для существования, покажи мне ее. Теперь я понимаю. В твоих действиях нет причин. Ты просто мусор, который ненавидит героев. И сделал ненависть к героям своим хобби. Ты действительно двинутый на голову. Просто чтобы заставить нас ненавидеть тебя, ты зашел так далеко, чтобы отбросить свою жизнь и стать монстром. Как далеко ты хочешь зайти? Быть героем, значит. Когда ты стоишь в непосредственной близости от монстра, все, что тебе нужно сделать, это открыть свой рот и начать болтать. Довольно легкая работа. Мистер Зомби Мэн продемонстрировал это для меня из первых рот. Какой хороший ответ. Даже с преимуществом твоего тела. Ты самый трусливый из них всех. Он серьезен? Он объявил, что убьет этого мальчика перед глазами у всех. Он не шутит. Он хочет, чтобы мальчик умер. Это бесполезно. Он понял, что бесполезно больше думать. Герой Зомби Мэн сжал свой кулак. И так как он и хотел, он встретил полное уничтожение. И это один шаг. Два шага. Три шага. Четыре шага. Пять шагов. Шесть шагов. Семь. Ну же. Это все, что вы можете? Ребенок сейчас умрет. Вы не можете даже встать. Что не так? Анемия? Встань прямо. Это действительно конец. Если герои не двинутся, ребенок умрет. Вы думаете, что ваша неспособность это оправдание? Трусы. Это ваш последний шанс. Вставайте. Я слушаю. Гарроу действительно превратил себя. Но я чувствую присутствие, которое и стремительно становится сильнее. Сзади Гарроу. Это присутствие. Что это? Воздух тяжелее. Злая природная вода. Она реагирует на чужие эмоции. Она направлялась сюда смесью ярости, недовольства, жажды крови. Она не двигается сама по себе. Только реагирует на враждебность. Герои не могут двигаться из-за того, что Гарроу побил их? Они будут убиты природной водой, пока проклинают свою беспомощность. Вот так и умирает герой. Но я не разочарован. Я ничего не ждал с самого начала. Они даже не достойны взгляда. Эм, кто ты вообще такой? А? Что? Монстр выше дьявольского уровня умер мгновенно? Кто? Черт возьми. Не имеет значения. Кто это? Кто ты? И что ты делаешь? Что за фигня? Ты пытаешься втянуть меня в свою мелкую ссору? Мелкая ссора. Эти битвы для тебя выглядели как мелкие ссоры. Вот так это выглядит для мелкой ребёшки. Прячусь в углу и дрожащий от страха. Если это не мелкая ссора, тогда что? Я без понятия, что ты делаешь. Так что объясни. Во-первых, кто ты? Ты поссорился с ними, пока играл в монстра? Ку-ку. Рядовой герой. Ха-ха. Ты пришёл на работу, даже не зная, кто я. Для тебя я выгляжу как человек. А, всё, что я вижу, это дешёвый костюм монстра. Эти рога самодельные? Ты действительно думаешь, что можешь считать себя монстром с этим нарядом? Ладно. Здесь тебя никто не спасёт. Ты оскорбляешь меня, чтобы биться насмерть перед тем, как я убью тебя. А ты довольно храбр. Однако, именно ты тот, кто выглядит так, будто в костюме. Если ты герой, почему ты не пришёл с ними и не напал на меня? Ты, несомненно, выглядишь как образец для подражания. Ты не А-класс, не так ли? Ц-класс. Думаю, как бы ты ни старался, ты всего лишь Б-класс. Если ты Б-класс, тогда твоё поведение типично для Б-класса. Ранги ни о чём не говорят. Парни, вроде тебя уже ничто для меня. Если я не трону тебя, мне не будет ни холодно, ни жарко. Как только я уничтожу С-класс и А-класс, ассоциация героев просто рухнет, как слабое создание, коими они и являются. Никто здесь не может убить меня. Другими словами, про старт, который играет в героя как хобби, мне неинтересен. Для тебя это тоже хобби, не так ли? Что? Я дал тебе шанс уйти, но ты ещё напираешь. Ты хочешь сказать, если бы я играл монстра, тогда всё больше причин в неизбежности нашей битвы. Нет, это не то, что я имел в виду. Не тупи. Делать предупреждение шумным хулиганам – это тоже часть работы героя. И я не могу притворяться, что не видел, как ты избил других людей. А-а-а. Нет, стой, мы отходим от темы. Ага, я тоже думаю, что мы отошли. Невозможно, чтобы ты побил этого жидкого монстра. Тут где-то должен быть ещё другой герой С-класса, прячущийся где-то. Так или иначе, у тебя нет интереса в герое, делающем рядовую работу. Либо в моём интересе к какому-то придурку в костюме монстра. У меня есть что сказать тебе. Будь тише ночью. М-м-м, что за херню ты несёшь? Я живу по соседству. Как твой сосед, я обязан предупредить тебя, чтобы ты не шумел. А ещё, мой дом разрушен. Тебе нужно держать в узде своё вредное хобби. Для начала. Извинись, или я убью тебя. М-м-м, ясно. Я понял. Так в конце концов, я не монстр? Чтобы уйти из этой безнадёжной ситуации, ты решил поговорить как человек с человеком? Я не знаю, почему ты такой спокойный. Но это просто безрассудно. Если в его сердце осталось что-то человеческое, мои слова откликнутся в его душе. Это то, что ты думаешь? А, что за херню он несёт? Что с тобой? Ты такой надоеда? Со мной я, монстр Гарроу. Меня также зовут охотником на героев. А, ты Гарроу? О, так моя репутация дошла до захолустья. Так, теперь ты знаешь, кто я. Что ты будешь делать? Ты не можешь сказать, что это не твоё дело. Будешь ли ты теперь действовать как герой? Ассоциация героев надеется на чудо, чтобы справиться со мной. Гарроу, их заклятым врагом. Попробуешь ли ты проделать самоубийственную атаку? Или же ты найдёшь оправдание и от драки, и от побега? О, так этот парень... Считай это наказанием за дешёвые оскорбления. Я оставлю тебя с травмой. А теперь этот ребёнок. Я пойду и убью его. Если ты не остановишь меня, этот ребёнок умрёт. Из-за твоей беспомощности. Ребёнок умрёт. Ребёнок не там. Ты путаешь направление. Ты говоришь о ребёнке, который прячется вон там, верно? Из-за своих убогих выходок вроде этого, ты не выглядишь как монстр. Гарроу, я спрошу тебя ещё раз. Что с тобой? Этот парень может так ясно видеть в такой темноте. Что у него за зрение? Забудь. А теперь я собираюсь надрать твой зад. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова